Буся, что ты тут стоишь? Я тут папе жаловалась, что Буся меня замучил. Выгнал меня на улицу. Оказывается, что он гулял с папой. Вот папа мне его продал. Оказывается, Буся, пока с ним гулял, три раза покакал. Потом еще в огороде, когда уже был со мной. И потом еще ходил надо мной, пыхтел и покакал на улице. Вот, молодец. Хороший раз. А я хотела записать очень умное видео для моих подписчиков. Очень интересное и актуальное, по крайней мере, для меня. Серьезное. А у меня уже сил никаких нет. Буся, короче, Буся тянет на себя одеяло. Сейчас вот папу достал. Папа с ним играется. Ой, молодец. Вот теперь у мамы приносит. Молодец, собачка, приносит прямо в ручку папе. Ой, молодец. Говорит, ездил в магазин. Ездил в магазин за пивом. Там у меня ружбан появился. Такой мохнатый, волосатый, как я, с хвостом тоже. Ну, он говорит, слушай, я, говорит, одно новое русское слово выучил. Я говорю, какое? Блядь. О, господи. Я говорю, а где ты нашел? В интернете. А, ну, ясно все. Говорит, только ты неправильно говоришь. Надо говорить не блядь, а блядь. А блядь. А блядь, блядь, блядь. Мя, софтер, те, 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 софтер, блядь. Ну, ладно, тогда слушай, джок. Джок по-американски, это значит, шутка идет. Я говорю, встречаются две девушки между собой и разговаривают. Говорили, говорили, тем для разговора уже больше нету. А потом одна другой говорит, слушай, а давай, говорит, поговорим про блядей. О, боже мой, Вова. У меня сейчас мне... А вторая говорит, ну, ладно, хорошо, а как поживает твоя мама? Меня ютуб закроют из-за твоих пошлых анекдотов. Как поживает твоя мама? Кошмар. А та недолго думает, моя твои привет передавала. А вот этот вот, Кент, он тебя понял? Ну, я ему только первую часть рассказал, только говорю. Поговорим об блядь. И один вопрос, и второй вопрос. Молодой парень, который, у него тут шея-наколка в виде засоса. Он как начал смеяться. Говорит, да, классный Джо, говорит. Он американец? Ну, оба американцы, конечно. Ладно, у меня еще работы полно. Короче, иногда они понимают наши шутки. Иногда они догоняют. Что, Буся? Ну, Буся принес опять игрушечку. Он же хочет... Так он мусора носит с этой игрушечкой. Каждый разом больше и больше. Да. Бегом, Буся, бегом, Буся. Ты в курсе, что 13 сентября исполнилось ровно 8 лет, как я вступила на землю США? Сегодня какое число? Ну, сегодня уже не 13-е. Ну, да. А что ж ты не сказала? Мы бы по этому поводу чарочку приняли. Ну, вот так вот. Зажала праздник. Никогда не... Могла бы и пузыр купить, поставить. Никогда не поздно. С папиного кошелька могла бы поставить. Окей. Ты уже 8 лет здесь, да? Да. А замужем сколько? 6 или 5? С 17-го года 6. А вот это теперь тебе позор. А у меня есть фотографии, когда мы женились. Я помню. Там июнь, 11-е или 12-е, я не помню. Я посмотрю. 11-е. У меня все есть. Я храню, у меня на телефоне все есть. Короче, мы должны с тобой отпраздновать. Сразу несколько дат. Твое это самое нахождение в Америке и потом наши годы совместной жизни. Но я должен своей годы совместной жизни с тобой увеличить 2-е, потому что год за 2 идет. Почему? Потому что ты мне пилишь периодически. Мне год за 2. У меня уже в 2 раза больше стажа. Ладно. Год за 2 идет, потому что ты же с Украины. Они все... Раз, везу клиента, говорит. Говорит, у меня была украинская girlfriend. Я говорю, ну и как она? Говорит, очень красивая, говорит. Но, говорит, это самое... Не могу афортить, говорит. Я говорю, что такое? Есть деньги, она с тобой, не мать денег. Говорит, пошел нахуй. Не мать денег, не мать, ушла к другому. Красивая, говорит, но денег надо на нее немеряно. Ну, вот так вот. Вот так вот. Даже американцы это знают. Даже американцы не выдерживают. Не выдерживают. Красивая, хорошо, блядь, но, говорит, денег надо немеряно, блядь. А не мать денег, говорит, иди нахуй, пошла к другому. Украинки, они такие, с характером. Сучки еще те, бля. Девушки. Сучки еще те. Ой, да ладно. Счастливый мужчина сидит. Год за два. Слушай, ты на усиленном питании, поэтому рот свой закрой. Живот вырос, да? Да. Крокодил Гена и Чебурашка, шо? Переходят дорогу в неположенном месте. Тут дяденька милиционер свисток. Так, граждане, вы перешли дорогу в неположенном месте. Надо платить штраф. Чебурашка карманы вырвнул, говорит, у меня денег нет. Гена, у тебя деньги есть? Он говорит, у меня денег нет. Я даже не знаю, что такое. А как будем выход из положения искать? Чебурашка крутится возле него, подпрыгивает. Ну, дяденька милиционер, дяденька милиционер. Ну, отпусти ты нас, ну. Отпусти ты нас. Мы для тебя все, что хочешь, сделаем. Что ж вы можете сделать? Дяденька милиционер говорит, хочешь, чтобы у тебя писюн... Вова, сколько можно про писюны? Чтобы у тебя писюн до асфальта доставал. Оль, конечно, хочу. Крокодил Гена, Чебурашка дергает Гену за рукав, говорит, так. Гена, откуси мной. Вова. Боже мой. Ну, откуси мы, ну, а я... У меня от Ютуба и так могут быть претензии, потому что... Я уже вчера послала... Почувствуй, почувствуй, писюн до асфальта доставал. Видео опубликовала совершенно такое... Не хоро... Нет, хорошее, наоборот. За него тебя и закроют, а за мои анекдоты не закроют. Хорошее видео такое опубликовала. Как ты тазик из леса притащил, как мы природу оберегаем. Оберегаем американскую. Они мне говорят, монетизация на проверке. Да пусть он, пусть бы этот тазик сжал. Что? Что? Вот пусть и лежит здесь теперь тебе, как памятник. Нет, он мне пусть лежит, я буду веточки собирать. Он же поломанный, он весь вкресный. Ветки в него удобно собирать. Ну, собирай ветки тогда. Я тебе еще один куплю. Вот, ну, сначала купи. Шубухи. Один, сделаю две дырочки, чтобы ты на шею могла вешать. Блин, Вова! Какой ты вредный. Вова, опять про какашки? Не, не, не. Все хорошо. Все нормально. Просто это самое. До чего бывают люди немножко туповатые. Я ехал, 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 почти в Лорел заехал. Тут меня из Лорелла отправляют в Фултон. Фултон, ну, 7 миль отсюда. Я отвожу этого клиента, и ко мне в лифте приклеивается наклейка такая, что ко мне приклеилась поездка из Лорелла в Вашингтон DC XL на 40 или 50 минут и с хорошей оплатой, там 39 долларов. Я думаю, ну, беру все, беру эту поездку. Я думал, да, заехать домой, что-то перекусить. Думаю, ну, черт с ним, поеду в DC. Приехал, забрал в Лорелле людей. Семья. Папа, мама, теща, наверное, и четверо маленьких деток. Трое деток сели сзади. Самого маленького его мама взяла к себе на руки на среднее сидение. Теща там села рядом с ней, а он сел рядом со мной. Ну, все, едем, все. Я сижу, молчу, ничего не говорю, не разговариваю, ничего. Еду, приехали. Почти приехали. И он мне тут вопрос такой, говорит, а где это мы, что за город? Я так говорю, это в Вашингтон, DC. А что за город, говорит, где мы? Нормально. Сам заказал меня в город, в Вашингтон, DC, на Пенсильвании, авеню. И спрашивает, а что за город, где мы, говорит. Или он, может, ехал, спал, или еще я не обращал внимания. Ну, короче говоря, он меня ошарашил. Говорит, а где мы, говорит. Ну, он хотя бы туда хотел ехать? Ну, да, я его высадил там, где он хотел. Ой, артист. Ближе к Белому дому. Кстати, 21 числа там Вашингтон, DC будет перекрыт, потому что планируется визит Зеленского. 21 числа? В четверг, да. Селинский сюда прилетает? Угу, он уже в Нью-Йорке. О, тогда я в четверг не поеду в Вашингтон. Там вообще не будет проехать. Ну, да. Тут, когда Байден ездит, перекрывают все дороги, а когда товарищ Селинский приедет, так тут вообще все будет перекрыто. Я представляю, сколько хохлов придет эта самая... Чшшш! Встречать его. Украинцев. Ну, да, сколько украинцев придет. А хочешь еще один Нью-Йорк? Ну, давай. Дорога с России на Украину. Какие-нибудь там черновцы или еще что-нибудь, не знаю. И едут русские хлопцы на джипе, такие козырные пацаны, да, что-то самое. Не знаю, то ли заблудились, то не заблудились. Остановились в какой-то глухой деревне такой, а дед сидит на скамеечке. Деда, а мы, говорит, правильно до Одессы едем? Да, да, ну, если мы правильно едем туда, там, на Киев едем, это правильно, говорит, ЭЦНЛ. А тут смотришь, что русские. Пошел с дома, пришел, телогрейку раскрывает, нос доставит, говорит, не, сынки, мабыть, вы уже и приехали. Ой, господи. Где ты такого набрался? Как украинцы не любят русских, они их называют кацапы. Правильно? Где ты такого набрался? Я уже не помню. Где-то в глубокая молодость. Да. Ничапай бонаябне. Помню такое выражение. Правильно это или нет? Не трогай опасно для жизни. Так это говорят, правильно? Ничапай бонаябне. Ну, так не говорят вообще. Ничапай бонаябне. Ну, так я живу, ничапай бонаябне. Правильно я сказал? Боба, я не знаю. Я вообще стараюсь с ним... А когда был малой, меня батька возил на родину. К своим родственникам каким-то там далеким-далеким на это самое. В какую-то дальнюю деревню. Я не помню уже, как мы туда доехали. Ехали поездом, потом автобусом. Потом приехали в какую-то деревню. И к нам там пришли люди, которые... Лодка у них была. В лодку погрузили все чемоданы, там все это самое. А мы шли по каким-то кладкам. Кладки такие, знаешь, и они... Кладки, кладки, кладки. Она палку берет, перекладывает с этой, которая прошла на другую сторону. И мы опять по этой доске идем, идем, идем. Она опять ее берет. И это самое. Она говорит, мы во время войны здесь жили. Говорит, ни одного немца не видели. У нас, говорит, было свое хозяйство. Кошмарно. Коровки, козочки и прочие дела. Все даже поросеночка держали. Говорит, ни одного немца не видели. Говорит, ну когда топили баню, старались этот огонь этот спрятать. Баню, огонь там, ну что будет, жатун готовить. Короче, вокруг была болотистая местность, да. И немцы побоялись туда. Можно было только на лодке проплыть или по кладкам пройти, если знаешь. Короче, нас туда завели. И там у меня оказались какие-то там троюродные братья уже какие-то там. Потому что папа поехал к своим двоюродным братьям там на родину. Но это опасно, что вас так повели, а? Не, ну все нормально было. Они показали все, и каждого из малых нас за руку держал. То ли папа, то ли дядька. Ну это очень опасно. Короче, я одно предложение запомнил. Утром приходят ко мне ихний, этот мой троюродный, двоюродный брат там какой-то. Пидем рыбу вудеты. Пидем рыбу вудеты. Пойдем рыбу ловить или не пойдем? Пойдем, пидем. Пидем рыбу вудеты. Вудочка, вудочка. По-моему так. Пидем рыбу вудеты. Да, да, да. Но я запомнил это. Пидем рыбу вудеты. То есть пойдем рыбу ловить или нет? Ой. Это какой год был? Какой год был? Мне может лет 6-7 было, наверное. Если я с 58-го, то это 65-го, наверное, 66-го, 64-го. Ясно. Потом пошли к каким-то другим родственникам. Потому что папе надо было всех братьев этих двоюродных, всех, как говорится, навестить хотелось, раз в отпуск приехали. Понимаешь? И мы уже в другой деревне жили. Деревня называлась, село называлось Озерцы. И в этом селе было большое озеро. И там рыба, короче, там разводили карпов. В этом озере разводили карпов. Была рыба ловецкая артель, и на этом озере разводили карпов. И поселили нас. Ну, в смысле, жили мы у каких-то там его двоюродных братьев. И у них через дорогу была заброшенная церковь. Заброшенная такая, что уже, самое, туда никто не ходил. Окон нету, стекол нету, дверей нету. Пол наполовину провалившийся. И мы с Олегом, с моим братом пошли. Как-то там делать нечего было. Утром встали. Взрослые, видать, попили водочки и спали еще. А мы уже встали, делать нечего. Тетка нам там этого самого молочка из колодеза принесла. На утро там они всегда пьют холодное молоко. Ну, типа на завтрак. И скринки, как она говорит. Молочка, скринки. И говорит, тогда уже пару часов чувствуешь нормально. Там не молоко, а полумолоко, полусметана. Такое, знаешь, жирное, крепкое. И мы пошли в эту церковь. Залезли, лазили, лазили, лазили. Нашли немецкие деньги. Немецкие бумажные деньги нашли. У кого-то упало под пол, там это самое. И не сгорело ничего, нет. Нашли немецкие маркеры. Тащи, 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 тащи. Давай, давай, давай. Кружечка застряла. Застряла колечко, бусе застряла. А, ну, зацепилась за шурупчик. За этот, видишь? А бусе не знает, что такое шурупчик. Все, бери, 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 бери. Вот такие у нас развлечения вечерние. Лето закончилось. И мы пошли в школу. Ну, и было это самое, как говорится, задание написать сочинение, как я провел лето. Ну, я написал, что мы ездили на Украину, что мы там ходили по кладкам, что потом это самое, в церкви деньги нашли, где такое место находилось и прочие дела все. И учительница говорит, самое лучшее сочинение получилось у Владимира. Она его зачитала на весь класс. Класс. А один парень стоит и говорит, так, я хочу кое-что добавить. А его звали Сергей. Ну, мы с ним дружили так это самое. Он говорит, Володя, я не знал, что ты, говорит, побывал на родине моих родителей. Мои родители родом из этого села Озерки. Я, говорит, тоже там бываю, уже не один раз. Я уже, говорит, наверное, года четыре подряд мы ездим туда. Каждое лето мы туда в этой Озерки. Он говорит, там рыболовная эта самая. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, и все-все-все. А какая область? Ровенская область. Не помню, какой-то там район был еще. Ну, село Озеркин. Село Озеркин. Село называлось Озеркин. А вот тот вот полуостров, насколько я помню, там, или островок какой-то там был. Папа мне говорил, и у меня что-то в голове крутится такое слово, как Лебесимный какое-то. Что-то такое, Лебесимный. Не знаю. Ну, можешь посмотреть, может, на карте есть такое вот самое. Ну, не знаю, может, хуторок какой-то. Куторок какой-то, да, но он на острове, что, вокруг болота и прочее со мной было. У меня родился. Короче, из-за чего я вспомнил это все. Вот эта вот поездка на это озеро, и это самое, пиды, мрыбы водит. И оказывается, этот мой одноклассник, с которым мы учились в одном классе, он пошел в военное училище, закончил его, потом долго служил. Служил, короче, единственный из нашего класса, который дослужился до генерала. И у меня на одноклассниках есть это самое. Была, по крайней мере, я общался с его женой, она тоже моя одноклассница. Она написала, что Сергей дослужился до генерала, но поскольку он в войсках, ему вот ходить в эти общественные эти нельзя. Но уже, наверное, сейчас он на пенсии, наверное, уже может быть и можно. Какие войска? Русские, украинские? Русские, это что время была российская армия, когда мы учились в школе. А, ну да. Школу я закончил в 79-м году. А, это же Беларусь, да? Ты вернулся в Беларусь, и он там учился, да? Он учился где? Я не знаю, в каком году. Ну, ясно, это была СССР, я поняла. Это было СССР, да, он тогда служил в российской армии. Я все поняла. Долго его закинули в Сибирь где-то, он там был то ли в Иркутске, то ли еще где-то. Там дослужили себе генерала. Где они сейчас живут, я не знаю. Может, в Минск переехали, может, в Иркутске там остались, не знаю. Я поняла. Короче. Ну, короче, один из одноклассников генерал. Муж дома, мужики дома раздражают, делать ничего не дают. Я надела свое знаменитое пальтишко. Муж надо мной ржет. Ну, что это такое? Что это за задрыпанное пальто такое? Я говорила, его не жалко. Это у тебя даха, да? Его не жалко пропалить. Иди в баню. Вова! Стихотворение рассказать? Я сама решу, что мне с этим. Он уже пропалил, видишь? Это дырочка. Ну да. Это у тебя даха называется. Оно на пуху, кстати. Даха, да. Даха на пуху, ну вот. Себя от холода страху я. Это невыносимо. Купил даху я на меху я. Купил даху я на меху. Себя от холода страху я. А я думала, ты матюкаешься. Это оказывается... Купил даху я на меху я. А что такое даха? Даха, ну это вот то, что накидываешь на себя, на спину. Ой, да ладно. Ну как да ладно, ну я же тебе правду говорю. Что есть такое слово даха? Посмотри в интернете. Ничего себе. Буся, что ты хочешь от меня? Ты несерьезный тип. Даха, даха. Пока я прихожу. Прохожаю. Пока я прихожу. Продолжение следует...